Приветствую всех! В сегодняшнем видео мы поговорим о префиксных деревьях. Я расскажу, что такое префиксное дерево, для чего оно применяется, как его построить, как извлечь из него информацию. Все это сначала разберем теоретически вручную, а потом напишем реализацию на языке программирования Java. Кроме этого, я на практическом примере покажу, насколько более выгодно можно хранить строки, если хранить их в виде префиксного дерева. Но для начала я хочу рассказать о случае практического применения префиксного дерева в моей практике. Как-то раз мы с другом делали вот такое приложение, его работа заключается в следующем. Мы наводим камеру смартфона на номер автомобиля, номер распознается, и по номеру автомобиля из базы открытых данных извлекается информация об этом автомобиле. Используются официальные данные государственной спорта открытых данных, то есть это не является какой-то секретной информацией, то есть ничего плохого в этом нет. Что я сделал в первую очередь, я загрузил данные из портала открытых данных по всем автомобилям страны, и распарсил ее, и в результате у меня получилось, что вся база данных у меня занимает 2 гигабайта, а сам список номеров, просто список существующих номеров, занимает 100 мегабайт. Что это означает? Это означает то, что база данных большая, организовать быстрый поиск по ней может быть проблемой, нужно работать как-то над уменьшением информации. Ну и я использовал словарное сжатие для основных данных и префиксное дерево для номеров автомобилей. После того, как я построил префиксное дерево на номерах, выяснилось, что со 100 мегабайт данные уменьшились до 10 мегабайт, ну а 10 мегабайт это объем, который вполне себе влазит прямо в память. То есть мы можем держать все номера, существующие прямо в памяти, и обеспечить мгновенный поиск и извлечение информации, то есть все отлично. Так что сегодня я воспользуюсь этим практическим примером и на автомобильных номерах покажу, как построить префиксное дерево и насколько выгоднее хранить данные в таком виде. Итак, пусть у нас есть список автомобильных номеров, вот он, и мы хотим построить префиксное дерево. Что для этого нужно сделать? Построение дерева начинается с корневого узла, который не содержит в себе данных, а служит только для связи различных ветвей в одно цельное дерево. Дальше мы смотрим на начало строк. У нас здесь есть единичка и двойка. Создаем для них два отдельных узла. Не говорим о том, что наверх мы идем через единичку, вниз мы идем через двойку. Дальше у нас цифра 8, дальше буква А, дальше смотрим, какие у нас есть варианты А, П, Т. Значит, создаем три узла на каждую из букв. Даже четыре у нас А, П, Т, Х. Дальше из буквы А у нас растет 0, 5, 9, 7. Из буквы П у нас две строки, начинающиеся на 0 и на двойку. После буквы Т у нас 0, 4, 8, 3. После Х 0, 3, 6, 5. Ну и последняя строка. Итак, я только что вручную построил префиксное дерево. И что же из себя представляет эта структура данных? Как она используется? Префиксное дерево обычно используется как ассоциативный массив, ключами которого являются строки. То есть это аналог таких коллекций, как HashMap или Trimap. Эти ключами являются строки, а данные могут быть любыми. Строки, для которых мы построили дерево, являются ключами. И каждая строка задает определенный путь в дереве. То есть пусть мы возьмем вот этот вот номер. Мы по очереди берем символы, из которых состоит эта строка. И движемся от корня в ту сторону, на которую нам укажет соответствующий символ. То есть первым у нас стоит единица. Значит мы должны повернуть туда, где единица. Следующим у нас стоит восьмерка. Мы повернем туда, куда восьмерка. Тут без вариантов. Далее А мы поворачиваем туда, где А. Далее П мы поворачиваем в поддерево, где П на этой развилке. Дальше 0 мы поворачиваем туда, где 0. Тройка туда, где тройка. Единичка, нолик. И вот мы доходим до какого-то узла. И если у нас ассоциативный массив, то в этом узле должны лежать данные, которые мы ищем. То есть здесь могут быть, например, данные о машинах. Давайте я в конечные листы условно положу данные о машинах. Вот так я их обозначу. Вот так я условно обозначил, что в этих узлах лежат какие-то данные. То есть все узлы в префиксном дереве делятся на обычные узлы, которые служат просто для связи, для того, чтобы путь в дереве поддерживать. И на особые выделенные узлы, где хранятся какие-то данные, которые соответствуют определенным строкам. А строки в свою очередь являются ключами, задающими путь вот в этом дереве. В зависимости от того, какая строка. Но если мы попробуем искать в дереве какую-то строку, которой на самом деле нет, например, пусть будет вот такая строка, то что мы тогда получим? Мы пройдем 1, 8, A, T, 0, 4, а из 4 в 9 пути нет. Таким образом, если мы используем строку ключ и не находим соответствующего пути в дереве, значит в этой коллекции такого ключа нет. То есть таким образом мы проверяем, есть такой ключ в дереве или нет. Но из еще полезных операций можно выделить получение всех строк обратно. То есть у нас набор строк, по ним мы построили префиксное дерево, а теперь мы хотим получить обратно строки, обратно список строк. Что нам делать? Для этого ему надо просто обойти дерево в глубину, мы идем от корня последовательно до самого последнего узла и собираем вместе все символы, которые мы встречаем на этом пути. И когда мы доходим до конечного узла, вот эти все символы собраны по пути и будут искомой строкой. То есть мы бы прошли так, собрали бы вот эту строку, вернулись обратно сюда, прошли бы по этому пути, по этому и так далее. Каждый раз извлекая все строки, которые присутствуют в дереве. Вот такая структура данных. В чем же выгода, спросите вы? А выгода получается в том случае, когда у нас есть множество строк, которые начинаются на одни и те же символы. То есть у нас есть какой-то повторяющийся префикс, вот как здесь 18а, 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 18а и так далее. Он повторяется много раз, и это занимает много памяти. А в префиксном дереве, для вот этих вот пяти записей, этот префикс, вот он, раз, два, три. Он всего один раз присутствует для пяти строк. То есть преимущество в том, чтобы хранить префиксы без повторения. Тому и называется префиксное дерево. Префикс это имеется в виду начало слова. Вот в принципе все, что нужно знать о префиксном дереве. То есть префиксное дерево это ассоциативный массив, где ключами являются строки, данные могут быть какие угодно. В классическом определении префиксного дерева мы говорим о том, что символы находятся на ребрах между узлами и указывают путь. Но при практическом реализации префиксного дерева проще использовать вариант, где символы находятся внутри узлов. Вот его мы сейчас и будем реализовывать на языке программирования Java. Итак, начнем с создания класса, для того, чтобы описать отдельный узел префиксного дерева. Пишу static class 3 node, узел дерева. Какие в нем нужны данные? Во-первых, это символ текущий. Вот так я его запишу. И список дочерних узлов. Leads 3 node, children. Список дочерних узлов. Сразу создам конструктор. Alt insert. Если мы не собираемся использовать дерево как map, а только как set, то есть как более экономное хранилище для строк, то в принципе больше ничего не нужно. Итак, реализацию операции с префиксным деревом начнем с самого построения префиксного дерева. Сейчас будет много рекурсии. Пишу функцию. PublicVoids insert string data. Если нам сюда прислали пустую строку, то ничего не нужно делать. Иначе, если массив дочерних узлов был, его надо тоже инициализировать. New release. Дальше я напишу вспомогательную функцию для того, чтобы поискать в дочерних узлах узел с определенным символом. То есть, чтобы когда я вставляю строку, я знал, у меня уже есть дочерний узел до конкретного символа, или мне нужно создать новый узел и вставить его в массив дочерних узлов. Тут у меня будет обычный линейный поиск. Find the node by char. Char c. Вот так. Теперь проверка. Если список дочерних узлов не ну, тогда узел из дочерних узлов, если его символ равен c, то мы нашли наш узел, его возвращаем. Иначе возвращаем null. Такая вспомогательная процедура для того, чтобы в массиве дочерних узлов искать узел по его символу. Дальше берем первый символ строки, в которую передали сюда вот нам в качестве параметра. Char add. Для этого функция существует. Смотрим, есть ли такой дочерний узел для этого символа. Find node by char c. И теперь, если такого узла нет, мы его создадим и вставим. Добавим к дочерним узлам. В этом случае, child равно mutter node с этим символом c. И в дочерние узлы добавим его. То есть, к этому месту в программе мы либо нашли уже существующий узел, либо создали и добавили новый. Поэтому дальше рекурсивно передаем задачу ему. Вызываем у него ту же самую функцию insert, которую мы пишем, только уже со строкой без первого символа. Чтобы получить строку без первого символа, можно воспользоваться функцией substring1. Вот такой вызов вернет строку data без первого символа. То есть, что делает эта функция? Она идет, руководствуясь символами в строке data и создает соответствующий путь в дереве, добавляя соответствующие узлы в случае необходимости. Давайте теперь построим префиксное дерево. В качестве данных я заготовил здесь файл с небольшим списком автомобильных номеров. Давайте считаем данные из файла и построим на этих номерах префиксное дерево. Считать все строки из файла можно таким вот способом. Files read all lines path get. Здесь я вставлю относительный путь к файлу с номерами. Тут надо еще exception обработать. Я его добавлю просто в сигнатуру функции main. После выполнения этой строки все номера будут находиться в этом листе. И теперь можно на них построить дерево. Смотрим. 3-note root. Создаем корневой узел. Neutrinode. Какой туда символ записать? Я запишу туда пробел. Поскольку root, корневой узел, служит только для связи остальных узлов, а информации не содержит. Поэтому, в принципе, без разницы, что сюда записать. Теперь для всех строк пробегаем в цикле и вызываем root insert line. Поставлю здесь точку остановки и запущу отладчик. Итак, отладчик остановился. Смотрим, что у нас тут. Видим дочерний узел. У него еще один дочерний узел. У него еще дочерний узел. И так далее. Здесь 5 дочерних узлов. У каждого из них еще по несколько. 1, 2, 2. Ну и так далее. Видно, что дерево построилось. Вот мы его на отладчике можем в таком виде посмотреть. Хорошо, будем считать, что построение дерева у нас работает. Давайте теперь реализуем какие-нибудь полезные операции. Например, проверка, есть ли такая строка в дереве. Как это сделать? Нужно просто пройти от корня, поворачивая в нужную сторону в зависимости от символа в строке. Вот она строка, которую мы проверяем. И если такой путь есть, значит такая строка присутствует в дереве. А если нет, значит отсутствует. Тут даже рекурсии не надо, достаточно обычного цикла. Мы идем по дереву и пытаемся свернуть в сторону, соответствующую текущему символу. str char.at.i И проверяем, удалось ли нам найти узел для этого символа или не удалось. Если не удалось, значит такого пути в дереве нет. И такой строки в дереве нет, соответственно. А если удалось, значит такая строка в дереве есть. Как протестировать? Правильно ли работает этот код? Для этого напечатаем system.outprint.root.contain.string. И здесь давайте для начала посмотрим какой-нибудь номер, который есть. Допускаем. В результате получили true. Теперь введем какой-нибудь номер, которого точно нет. Например, напечатаем какой-нибудь символ, которого там точно нет. И посмотрим. Теперь должно быть false. Все правильно. Тогда будем считать, что проверка написана правильно. Это была проверка наличия строки внутри префиксного дерева. А теперь давайте напишем извлечение обратно всех строк. Итак, что у нас получается? Мы считали строки из файла. Мы упаковали строки в префиксное дерево. А теперь распакуем их обратно. Должен в результате получиться исходный вот этот вот список, если все написано правильно. Так, пишем. Public void get all numbers. Это будет рекурсивная процедура. Для рекурсии нам нужно два параметра. Первый это текущий путь, который мы прошли. Ведь напомню, что нам нужно идти по дереву от корня до листа, накапливая встреченные символы. И когда мы дойдем до листа, то накопленная строка как раз и будет строкой, которую мы извлекаем. И вторая перемена это список строк, куда мы будем найденные строки сохранять. Если у нас не корневой узел, а корневой узел, можно различить, потому что в нем символ пробела установлен. Это чисто условно, можно было другой символ или вообще без символа обойтись. Раз уж так получилось, то пусть будет. Только пути мы прикрепляем путь, полученный на прошлом шаге, плюс текущий символ данного узла, на котором в данный момент выполняется функция. Если дочерние узлы не равны 0, то для всех них вызываю рекурсивно ту же самую процедуру path и result. Ну а если children равен 0, то это будет означать, что мы пришли в лист и нужно сохранить в список соответствующую строку, которая накопилась, пока мы отшли от корня до текущего узла. Поэтому в result мы добавляем path. То есть смотрите, что здесь происходит. Узел вызывает у своих дочерних узлов ту же самую функцию рекурсивно getAllNumbers и передает туда path, но path уже с прибавленным к нему своим символом. И это происходит до тех пор, пока алгоритм не дойдет до листа. После этого собранная строка сохраняется в список. То есть это классический обход в глубину с накоплением в path символов, полученных при движении от корня, и конечным складированием полученной строки в этот список. В общем, вот и все. Давайте теперь проверим, как эта функция работает. list.string.extracted.from3 Создаем рейлист, в который будем складировать строки при извлечении их из дерева. Дальше у root вызываем getAllNumbers, передаем пустую строку в качестве начальной и список. И давайте посмотрим опять с помощью отладчика, что же у нас будет вот в этом списке после выполнения всего кода. Опускаю. Итак, мы остановились на брейкпойнте, и теперь отладчиком смотрим, что же у нас в списке. Итак, вот смотрите, это исходный список строк 66, а это извлеченный список строк, их тоже 66. И мы открываем, видим здесь те же самые строки, которые мы загрузили в дерево. Таким образом, можно сделать вывод, что это просто два способа представления одних и тех же строк. В виде списка строк и в виде префиксного дерева. Но информация сохраняется одинаковая. Итак, хорошо, мы реализовали префиксное дерево, реализовали построение префиксного дерева и полезные операции, такие как вставка новой строки в дерево, проверка на наличие такой строки в дереве и извлечение всех строк из дерева. Теперь я хочу для полноты картины написать функцию, которая сохранит это дерево файл, для того, чтобы сравнить размеры исходного файла со списком строк и файл с деревом. и посмотреть, сколько места мы сможем сэкономить, если будем хранить строки в виде префиксного дерева. Может показаться, что сохранение дерева в файл это достаточно сложная задача, но я сейчас покажу, что это не так. Главное четко понимать, в каком формате вы сохраняете дерево. Вариантов формата может быть несколько. Самый простой это сохранить дерево рекурсивно, вот так как оно есть. То есть сохранение узла будет производиться так. Мы сохраняем текущий символ, а потом вызываем функцию сохранения для каждого дочернего узла. И после этого ставим какую-то закрывающую скобку, которая говорит об окончании данных данного узла. Дочерние узлы также записывают свои данные и также вызываются к процедуру сохранения у своих потомков, те у своих потомков и так далее. И получается в результате вложенная структура, похожая на обычные отступы и скобки в обычном программном коде. То есть структура похожая на JSON или XML, там не важно. Давайте напишем код, а потом я подробнее объясню, что я имею в виду. Итак, процедура сохранения файл. public void write to file. В качестве параметра передаем print writer. Специальный класс, который служит для того, чтобы текстовую информацию описать в файл. А мы именно в таком виде и собираемся это делать. Итак, узел туда пишет сначала свой символ, value. Потом, если у него есть дочерние узлы, тогда для всех них вызываем ту же самую процедуру. Note write to file. И отдаем туда же writer. И в конце пишем закрывающую скобку. То есть какой-то символ, который обозначает конец узла. Для этого надо использовать какой-то символ, который в наших строках внутри не встречается. Например, пусть это будет вот такая квадратная скобка. Вот, собственно, и все. Не сказать, что это много кода. Ничего сложного в сохранении дерева файл нет. Ну и я сейчас еще напишу небольшую процедуру для запуска всего этого процесса. Потому что нужно же еще этот writer, который мы сюда передаем, где-то инициализировать. Я ему на уровне функции main напишу public static void write to file string path. Куда, в какой файл писать. 3 node root. Собственно, дерево, которое мы пишем. Нужно создать print writer. print writer path. Тут у нас надо будет обработать исключение. File not found exception. И используя print writer, вызываем root write to file out. Все. После этого дерево сохранено. Вызываем у writer flash. Функцию надо вызвать для того, чтобы удостовериться, что запись файл будет выполнена полностью до того, как мы вызовем close. Без этой функции, без этой вот, может сложиться ситуация, когда мы закроем файл раньше, чем все данные в него будут записаны. Так, и теперь, используя эту функцию, сейчас сохраним данные дерева в файл. Пишем write. 3 to file. Такой относительный путь. Задам. И root. Посмотрим, сейчас запущу. Посмотрим, что у нас в этом файле будет за содержимое. Итак, смотрите, вот такое дерево у нас получилось. Тут, конечно, ничего не понятно, потому что нет разделителей. То есть, это неудобо читаемая для человека форма. Но я для вас расставил разделители специально, чтобы было понятно, что эта структура на самом деле. Вот. Файл с расставленными разделителями. То есть, здесь вот это символ, который внутри узла. А вот это окончание этого узла. Это его дочерний узел. Это дочерние узлы. Вот этого узла. Листы соответствующие. Ну и так далее. То есть, здесь обычная вложенная структура, к которой мы привыкли. И даже, что чему принадлежит, очень удобно смотреть. То есть, вот такая структура на самом деле получается. И в конце куча закрывающих скобочек. Как в лиспе. Вот, а без отступов, соответственно, вот так. Ну, теперь для того, чтобы убедиться, что мы правильно сохранили данный файл, нужно их обратно считать. Вот эти данные обратно превратить в дерево. Потому что иначе непонятно, может мы здесь какую-то ерунду сохранили, а она на самом деле не будет работать. Поэтому к функции, которая записывает дерево в файл, запишем парную функцию, которая будет восстанавливать дерево из файла. Public void. Read. Wrong. File. В качестве параметра передаем FileReader. Что мы дальше делаем? Вот в каком порядке мы дерево записывали в файл, в таком же и читаем. До тех пор, пока мы не дошли до конца дерева, пока мы не встретили символ окончания дерева. Exception. То есть, пока мы не дошли до конца данных текущего узла. Если не конец, значит в данный момент мы читаем какой-то дочерний узел. Поэтому создаем этот самый дочерний узел. Пользуюсь конструктором. Создаю новый дочерний узел с этим символом. И вызываю у нового узла рекурсивно функцию ту же самую. ReadFromFile. Чтобы он мог считать своих потомков. Далее проверяем инициализирован ли список дочерних узлов. И добавляем считанный узел в список дочерних узлов текущего узла. Вот и все. Сложно ли это? Для человека, который не привык работать с рекурсией, может показаться действительно сложно. Но на самом деле компактный код. Что запись дерева в файл, что чтение дерева из файла. Код минималистичен. Если вы пока не понимаете таких вещей, но хотите разобраться, я рекомендую самостоятельно пописать такие вещи. Для понимания нужно настроить мозг на работу с рекурсией. Так, чтобы сразу все было понятно. Такого ни у кого не бывает. Ну и напишем еще небольшую функцию, которая будет инициализировать этот ридер. И запускать весь этот процесс. Public static. 3Node. ReadFromFile. String. Здесь мы будем передавать путь к файлу, которого мы читаем данные. Что нам нужно сделать для подготовки этого чтения? Во-первых, нам нужно создать корневой узел. Дальше. Теперь нужно создать файл ридер. Тут у нас ждет обработчик эксепшена. Теперь я считаю один символ из файла, потому что там в дереве сохранился корневой узел, а мы его только что вручную создали, мы его читать не будем. Поэтому я первый символ из файла пропускаю. То есть просто пишу reader, read, в холостую. И все. Теперь запускаю root readFromFile с этим ридером. Еще один эксепшен. И закрываю reader. И возвращаю root. Теперь, когда у нас есть код, который читает обратно дерево из файла, мы можем вот это все считать и проверить, получится ли у нас исходное дерево. Давайте сделаем это. Итак, 3Node. FromFile. ReadFromFile. И поставляю тот же самый путь. Вот таким образом мы извлечем данные обратно. А для того, чтобы убедиться, что данные после всей этой процедуры сохранились и не поменялись, воспользуемся вот этой функцией извлечения всех номеров. И извлечем номера из дерева, которое было сохранено, а потом загружено из файла. Если мы увидим, что количество строк такое же самое и строки те же самые, значит все реализовано правильно. Запущу отладчик и посмотрю, что же все-таки в результате у нас получилось. Итак, смотрим вот этот вот FromFile. Это данные, которые получены в результате чтения дерева из файла, которое мы передо этого файла сохранили. Дерево построено из строк, извлеченных из файла. Вот этих строк здесь 66 штук. Посмотрим, что нам говорит отладчик. ExtractedFrom3, 66. И те же самые строки, что у нас исходное. Строки восстановились после того, как мы сохранили их файл и загрузили обратно. И извлекли из сохраненного дерева строки. То есть в конце на выходе получили то же самое, что на входе. Соответственно, весь этот конвейер по обработке информации работает правильно со всеми функциями. Код мы протестировали. Ну а теперь, когда все сделано, давайте наконец посмотрим, то, ради чего собственное видео-то создавалось. Я говорил о задаче компактного представления номеров автомобилей с помощью префиксного дерева, благодаря которому мне удалось в несколько раз уменьшить данные, которые нужно хранить в телефоне и в памяти. И на списке номеров давайте посмотрим, сколько стимволов нужно для хранения номеров в виде списка и сколько стимволов нужно для хранения номеров в виде дерева. Как это сделать? Смотрите, я нажимаю Ctrl-A и выделяю все данные, которые у меня в этом файле. И вот здесь внизу, я немного отодвинул краешек окошка, чтобы было видно, 593 символа занимает вот такое представление данных. А теперь посмотрим, что у нас в дереве. Мы только что доказали, что вот такое представление тех же самых данных является эквивалентным и, в общем, то же самое, те же самые данные. А теперь посмотрим, сколько здесь. 216 символов. То есть, 216 символов против 593. То есть, практически в три раза разница. Даже на таком вот небольшом примере, то есть, здесь строчек-то у меня всего 66 штук, но когда мы обрабатываем реальные номера, то вот таких вот строк, где начало префиксов повторяются, их очень много. И за счет этого получается, что вот хранить автомобильные номера в виде обычного списка очень нерационально, потому что мы просто дублируем много раз одну и ту же информацию. А префиксное дерево как раз позволяет от этого избавиться. И даже на таком маленьком списке выигрыш в три раза. Ну, а на списке, состоящем из десятков тысяч или сотен тысяч элементов, выигрыш, конечно, в результате и получается еще больше. Вот, собственно, это то, о чем я сегодня хотел вам рассказать. В заключении хочу сделать еще одно маленькое замечание по коду. Если вы обратили внимание, то мы не инициализировали изначально в узле список дочерних элементов. Это может быть полезно для экономии памяти, потому что у тех узлов, у которых нет дочерних элементов, у них нету здесь и списка. То есть мы экономим память. Но из-за того, что изначально мы здесь оставили нул, у нас по коду набросана куча проверок на нул. Вот, раз, два, три, четыре, пять. То есть вот пять штук, пять проверок на нул у нас появилось просто из-за того, что мы здесь в этом месте не написали вот так вот. Да, мы сэкономили память при этом, но весь код завален с этими проверками на нул. То есть от всего вот этого можно было бы избавиться. И код был бы гораздо компактнее, если бы мы вот здесь всего лишь чуть-чуть дописали бы. В общем, это вот нормальная ситуация, когда появление нул в одном месте лечет за собой кучу проверок, которые обычно забывают где-то, потом ловят нулпоинтер эксепшены и так далее. Поэтому лучше писать код так, чтобы нул не было. Если вам не нужна жесткая экономия на ресурсах, то лучше не иметь дело с переменными, где может быть нул, и тогда код будет чище и безопаснее. Ну а мой сегодняшний пример применения префиксного дерева, надеюсь, убедит кого-то в том, что структуру данных все-таки полезно изучать. Все равно никогда не знаешь, когда пригодится та или иная структура данных, те или иные алгоритмы. И знание алгоритмов и структур данных позволяет выбрать под конкретный случай структуру, которая наилучшим образом удовлетворяет всем требованиям. Вот так. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели. Ссылка на исходные коды, как обычно, находится в описании под видео. Поддержите канал лайком. И до новых встреч. Пока.